Улица Воровского. Здесь разрешена стоянка машин только с одной стороны. Но желающих пусть и ненадолго припарковаться на другой стороне много. Даже под запрещающим знаком. В итоге трудно проехать и 94-му автобусу, и другим машинам создается пробка. Паркуется порой так, что полмашины в кармане, остальная часть на дороге. Приходится эвакуировать. А это, как известно, немалые штрафы. Водителям как дважды два нужно запомнить в карманах под знаком, запрещающим парковку, оставлять машину нельзя. Принято решение было на комиссии по безопасности дорожного движения, куда входит и наша общественность, соответственно, установить знаки для того, чтобы там убрать парковку, где она просто неудобна и неуместна. Некоторые водители вообще заезжают на тротуар, как, например, в районе детского сада. Такая вот вынужденная парковка. Ну а карманы, они просто не соответствуют ГОСТам по длине парковочного места и по ширине. Были построены 30-40 лет тому назад. Хорошим помощником инспектором ДПС стала система «Тайфун», которая призвана навести порядок на дорогах. Это три машины, на которых установлено специальное оборудование. Оно ведет контроль за неправильно припаркованными машинами во всех районах города вот уже пять лет. Камера делает видеофотоматериалы, их отправляют в край. Нужно настраивать камеру в зависимости от освещения. То есть сейчас вот она настроена под такую пасмурную погоду. Если будет ясная погода, нужно ее перенастроить. После того, как автомобиль попал более чем два раза к нам на камеру, система «Тайфун» сортирует и отправляет на сервер «Сафапот» в городе Краснодар, где уже сотрудники ГАИ еще раз отсортировывают фотографии и отправляют письма счастья. С начала года так называемые письма счастья получили 5767 человек. Но и грозные «Тайфуны» не страшны нарушителям правил стоянки. О том, что машину сняли на фото, нарушитель узнает лишь через две недели, когда придет штраф. А водитель вот этой машины, конечно же, обнаружит ее отсутствие раньше. Ее забирает эвакуатор, потому что припаркована на месте инвалидов. Одним словом, куда ни глянь, везде нарушения. На дорогах машин много, как и много нареканий со стороны самих же водителей. И парковаться негде, и мешает неправильно припаркованный транспорт. А в итоге большинство проблем можно было бы избежать, если бы автолюбители элементарно соблюдали правила дорожного движения и уважали друг друга. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ».